На Красноярской ТЭЦ-2 идет модернизация турбины номер 1. Ее мощность 110 мегаватт. Турбина была введена в эксплуатацию в 1979 году. За 43 года работы получила ощутимый износ. Первый этап модернизации — демонтаж. Следующий этап — установка нового оборудования, испытания и ввод турбины в работу. На Беловской ГРЭС завершилось строительство новой водоподготовительной установки — комплекса химводоочистки номер 2. Идут пусконаладочные работы. Здесь будут готовить горячую воду для теплоснабжения города Белово. Комплекс химводоочистки номер 2 оснащен современным отечественным оборудованием, которое работает в автоматическом режиме. На ГРЭС построены также новые аккумуляторные баки для обеспечения пикового потребления горячей воды в городе Белово. На Новосибирской ТЭЦ-4 продолжается ремонт холодной воронки котла номер 8. Это нижняя часть котла, состоящая из экранных труб, которую ссыпается и остывает шлак. К 31 марта энергетики завершат замену 308 экранных труб. Весь комплекс ремонтных работ обеспечит повышение КПД котла и сокращение объемов сжигаемого угля на 800 тонн в год из-за уменьшения попадания воздуха в топку. На Бийской ТЭЦ начался ремонт турбины номер 3 мощностью 50 мегаватт. За 57 лет она была в работе около 307 тысяч часов и превысила свой парковый ресурс в полтора раза. Замена лопаток, регулирующей ступени ротора высокого давления, позволит продлить парковый ресурс турбины еще на 25 тысяч часов. Ремонт ротора будет выполнен в компании «Уралэнергосервис» в Екатеринбурге. В Черногорске начались ремонты тепловых сетей. Всего за год СГК планирует заменить около 6 километров теплосетей в рамках программ капитальных и текущих ремонтов, а также реконструкции. Самый крупный ремонт года уже идет на улице Металлургов и проспекте Космонавтов. Всего в северной части города СГК планирует обновить полкилометра теплосети. КОНЕЦ